Сахарный диабет с развитием цивилизации становится все более частым явлением. По статистике, 15% населения больны сахарным диабетом. И примерно столько же находятся в неведении, они знают, что у них уже есть диабет. Если сложить две цифры, мы получаем, что каждый третий так или иначе может познакомиться с этим диабетом. Именно потому я и написал вот это видео, чтобы вы понимали, что делать, чтобы, во-первых, не попасть в сахарный диабет. Потому что, может быть, для некоторых я открою Америку сейчас. Сахарный диабет очень легко предотвратить на правильном питании. Второе, если у вас, увы, есть этот диабет, вы должны его правильно сопровождать. Потому что диабет, умереть, собственно, от диабета сегодня, это нужно умудриться. А вот сосудистые осложнения, они легко и просто возникают. И вот их нужно предотвращать, правильно сопровождая человека с диабетом. Ну и третье, вы знаете, часть больных можно вылечить. Они могут стать здоровыми людьми, перейти в зону риска по сахарному диабету. Находиться в этой зоне без осложнений сахарного диабета неопределенно долгое время. Именно поэтому и решил написать вот этот топ 8 вашего отношения. То есть, вот вы и сахарный диабет, насколько вы к нему близки и, соответственно, что вам нужно делать. Первая позиция. То есть, у вас сахар на уровне 4, вы, в принципе, здоровый человек. Но, если вы не знакомы с основой правильного питания, вы легко можете попасть в диабет как первого, так и второго типа. Поэтому я вам предлагаю легко и просто, можете найти видео на моем канале, вы можете найти мои статьи в интернете, которые посвящены системе правильного питания. И попробовать их, во-первых, просмотреть, оценить, понять и применять. Самое главное применять. Потому что знать и делать, это разные глаголы. Знать не освобождает вас. Знаете, знание закона не освобождает вас от ответственности. Закон нужно исполнять. То, что каждый третий попадает в ситуацию, говорит о том, что вероятность того, что зацепить диабет легко и просто. Поэтому предупрежден, вооружен, делайте хоть что-то для своего здоровья. Все это в бесплатном доступе, вы спокойно можете все это просмотреть. В любое удобное для вас время, если вы подписчик моего канала, то есть видео вам просмотреть будет проще простого. Топ-2. Если вы когда-то перенесли гепатит, тут ситуация немножко сложнее. Потому что обменом углеводов, в принципе, управляет печень. И слабая печень, она не сможет полноценно управлять обменом углеводов. Не может развиваться жировой гепатоз. То здесь вы уже должны более конкретно придерживаться основ правильного питания, которые вы можете найти, опять-таки, на моем канале, не вопрос. Так же, как и просмотреть видео относительно гепатита, жирового гепатоза, особенно рекомендую тем, у кого сахар меньше 4. Это индикатор. Это не говорит о том, что вы далеко от диабета. Это говорит о том, что у вас очень плохая печень. У вас плохо работает, вы о ней плохо беспокоитесь. Вы создаете для нее не самые комфортные условия. Поэтому сахар ниже 4, это опаснее, чем сахар 4, 4, 1, 4, 2. Беспокойтесь о своей печени. Думайте о ней. Я знаю, что это такое. Написал полсотни книг. Из них одна. Что делать, если у вас есть печень? Если необходимо больше информации, не вопрос. В контакте вы видите, обращайтесь. Топ-3. Это экология. Я сюда объединил все. Это и питание, пища, скажем так, не самого лучшего качества. Уже хочется, я понимаю, вам кушать супер вкусную, супер ароматную, супер цветную пищу. Не вопрос. Есть для этого пряности. Используйте. Если же вам кто-то помог и сделал пищу до вас, такой, с помощью веществ, пусть идентичным, натуральным, вы должны понимать, что это химические вещества, которые так или иначе попадут в печень. Будут нарушать ее работу. И дальше по тексту. Дальше вы попадаете легко и просто в диабет 2 типа. Здесь отдельно я бы выделил правильное сопровождение различных инфекций. Потому что это тоже, в принципе, отношение к экологии. Только она внезапно у вас ухудшилась. И вам нужно адекватно ей изменить свое отношение. Ну, самая частая, конечно, самая такая агрессивная инфекция это грипп. Но есть и другие инфекции. И если вы их неправильно сопровождаете, легко и просто познакомиться с диабетом первого типа. Потому что грипп превратить невозможно. Даже самые современные вакцины не защищают от гриппа. Противогазы не защищают от вируса гриппа. Вы можете уехать в экологически чистое место, а там кит больной гриппом. Гриппом А. И заразит вас. Или тюлень какой-то, или птичка. Или поросенок там какой-то бегает. Или мышка. Знаете, теплокровные животные точно так же болеют гриппом, как и человек. Поэтому тут защиты стопроцентной нет. Но вы должны правильно сопровождать эту опасную инфекцию. Как и другие инфекции. Когда вы рассказываете о том, что, боже, какой был вирус. Такая была высокая температура. За 39. Болело все и вся. Я прекрасно понимаю, что вы просто не знали, как ее сопровождать. Эту опасную инфекцию. Поэтому диабет первого типа предотвратить легко. Для этого вы на моем канале находите видео, которое посвящено лечению гриппа. Первые признаки. Первая помощь. При гриппе. И все. Диабет первого типа предотвращен. Да, я понимаю, что это всего 10% случаев диабета. Но начинается он в каком возрасте? Не в 70-80. А в возрасте до 40. Самый трудоспособный возраст. И этот диабет легко приотвратить. К сожалению, этот диабет практически неизлечим. Потому что неправильно сопровождаемая вирусная инфекция. Она вызывает аутоиммунный процесс. И поражается либо поджелудочная железа, либо собственно сам инсулин. Все. Система не работает. И вы вынуждены подсаживаться на внешний инсулин. Зачем вам это надо? Потому что осложнение диабета очень неприятное. Особенно при этом типе. Тем более, что есть потенциальная и постоянная травма. Потому что нужно постоянно подкалывать инсулин. Поэтому берегите себя. Видео можете просмотреть. Досмотрите это до конца. Посмотрите потом видео. Потом как правильно сопровождать вирусные инфекции. Не вопрос. И где бы это первого типа у вас не будет. Топ-4. Это я бы сказал избыточный вес. Или неустойчивый вес. Когда вы то поправляетесь, то худеете. То поправляетесь, то худеете. С одной стороны, вот такие вот ситуации. Они провоцируют опять-таки жировой гипотоз. И переход в диабет второго типа. Потому что это фундамент фактически. Для диабета второго типа. С другой стороны, сам по себе избыточный вес. Он извращает обмен веществ. Потому что у вас очень много. Фактически более калорийного источника энергии. То есть жиров. Жиры по калорийности в два раза с хвостиком превышают калорийность углеводов. Поэтому ему проще расщепить жиры. Но это не самый лучший путь в обмене веществ. Потому что осложнение атерослероз сосудов и другие появляются легко и просто в этом случае. Как и диабет второго типа. Потому что здесь ситуация, скажем так, неоднозначная. И если у вас уровень сахара. Точки 2, 3 и 4. Находится если сахар у вас 4, 4,5. То есть у вас уже есть. Ну как бы вы пока в безопасности. Но приближение сахара 4,5. Серьезно. Это не самая простая цифра. Кстати вы можете проверить себя на склоны с сахарным диабетом. На этом уровне. Да, не вопрос. Анализ крови на сахар с нагрузкой глюкозы. Сахарная кривая. И по ней вам доктор скажет. Есть у вас склоны с диабетом 2 типа или нет. Все меняется когда позиция 5. Когда сахар уже находится в диапазоне 4,5 до 5,9. То есть пока эндокринолог к вам никаких претензий не имеет. Он ждет когда идет отмашка. Когда сахар перевалит границу 6. Вот тогда он говорит у вас сахарный диабет. До этого он молча наблюдает за этим процессом. Говорит ну что вы хотите. Ну вот такая экология. Посмотрите вокруг. Посмотрите в питании. Посмотрите что. Хотя должен был бы вам посоветовать. И правильное питание. И адекватную физическую нагрузку. И эмоциональную стабильность попытаться использовать. То есть попытаться эмоционально контролировать эмоции свои. Но не подавлять. А именно понимать. Через понимание. Относиться к окружающей среде. Потому что все эти факторы так или иначе повышают уровень сахара в крови. Если вы на этом уровне сделаете анализ сахара с нагрузкой глюкозы. Вот тут скорее всего что декринол скажет. Вы знаете. Вы уже на моем пороге будете в поликлинике. Заходите. Но здесь нужно правильное питание. Опять таки первая позиция. Вернитесь к ней. Посмотрите видео по правильному питанию на моем канале. Не вопрос. Это важно. Потому что вы доходитесь в зоне риска. Вы еще и не чувствуете. Но вы уже рядом. Зачем вам это надо? Потому что когда вы перейдете на шестую строчку. Да. Когда сахар будет от 6 до 7. Я понимаю. Да. У вас уже реальный сахарный диабет второго типа. Но пока он более-менее субкомпенсирован. Он еще не сильно компенсирован. Вот. Но вероятность осложнений невелика. Это в случае если вам достался хороший организм. Потому что есть такой очень интересный показатель. Называется гликозидированный гемоглобин. Очень интересный показатель. То есть что получается. Сахар находясь в крови. Он может пропитывать мембраны эритроцитов. И вот тут уровень гликозидированного гемоглобина. Фактически отражает. Ну вероятность развития осложнений в вашем организме. Кстати вы можете это на первых пяти позициях тоже проверить. На всякий случай этот показатель. Вдруг ваш организм не самый крепкий в этом отношении. Потому что в норме как идет кровообращение. Как идет обмен веществ. Есть капилляр. Где происходит обмен веществ. Есть эритроцит. Который в норме в полтора раза крупнее капилляра. Ну как блинчик. Подходит сюда. И пройти вот так не может. Он сворачивается в трубочку. И протискивается свой капилляр. Пока он протискивается. В артериальном конце капилляра. В санитуткань уходит кислород. В венозном конце капилляра. И с санитуткани в эритроцит. В гемоглобин. Переходит углекислый газ. И эритроцит фактически свою функцию выполнил. Он отдал кислород для обмена веществ. И забрал углекислый газ. В легких он делает обратное действие. То есть возвращает все обратно. То есть углекислый газ покидает ваш организм. Вопрос в чем. А вот чем выше уровень гликозидированного гемоглобина. Тем больше сахара находится на выбирании эритроцитов. И он тяжелее протискивается. И вот когда он в капилляре застареет. Здесь возникает ситуация. Капилляр исчез. Да, я понимаю. Около клетки появилась гипоксия. Один капилляр не сыграет какую-то значительную роль. Но клетке уже тяжело. Ей уже обмен веществ тяжелее поддерживать. Потому что ей тяжело получать свое питание и свой кислород. Ей тяжело избавляться от тех продуктов жизнедеятельности. Которые она выработала. Тут снижается качество жизни. Прекрасно вас понимаю. Но, конечно, организм на эту ситуацию будет реагировать. В фактически артериальном конце. Рядышком с погибшим фактически капилляром. Появляется почечка. И в примере месяца она растет. Пока она дойдет до венулы. Пока соединится фактически два сосуда. И опять восстановится кровообращение около этой клетки. Но тут проходит время. Для того, чтобы забить капилляр. Капилляр нужно секундам. Вомновение нужно. Всего один такой эритроцит. Для того, чтобы пророс параллельно другой капилляр. Месяц. Средний. И вот здесь вы понимаете. Насколько интересный показатель. Который. Мало кто почему-то на него так серьезно обращает внимание. Гликозидированный гемоглобин. Это фактически показатель. Который отражает темп развития осложнений в вашем организме. Это очень важный показатель. И очень важно, чтобы вы контролировали. Сахар. Чтобы он был как можно более низким. Но. Не за счет того, что вы волнуетесь. Ой, сахар. Ой, пища. Не могу теперь съесть. Раньше съедал ведро каши. А теперь две ложки. И третья уже будет лишнее. Вот когда вы волнуетесь. Вы сахар не положили. А сахар в крови уже поднялся. Потому что стрессовые гормоны надпочников. Они контринсулярные. Они мешают инсулину обеспечивать обмен веществ. И задача поднять уровень сахара в крови. И чем больше вы волнуетесь, тем выше будет сахар. Поэтому вы должны питание поддерживать более жестко. Вы должны контролировать углеводы в питании. Вы должны понимать, что есть сахар в растительной пище. И вы должны понимать, что этот сахар, да, хороший источник энергии. Но с другой стороны, при чрезмерном его употреблении, ваш организм уже не может управлять этим процессом. Потому что чаще всего из процесса выпадает печень. Потому что, в принципе, основных потребителей несколько. Конечно же, это все клетки, которые поддерживают обмен веществ. И 60% обмена веществ зависит от обмена углеводов. Поэтому клетки активно используют. Но это константа. Они постоянно так используют сахар. На втором месте я бы поставил бы мозг. Да, его активность. Мозг 20% крови употребляет. И сахар из этой крови выбирает. На третьем месте я бы поставил уровень физической активности. Да. Потому что физическая нагрузка, вы тоже снижаете сахар. И это тоже путь. Но, знаете, из этой ситуации все эти возможности, они интересны. Но, есть еще один орган, который крови берет в полтора раза больше, чем мозг. Мозг 20%. А этот орган 30% крови берет. Это печень. И вот когда печень у вас в не самом лучшем состоянии, она не может резко, хорошо, во-первых, использовать сахар как источник энергии. И второй момент. У нее появляется инсулинорезистентность. То есть, она не может, как это делает здоровая печень, в норме сахар в крови, перерабатывать в гликоген. То есть, накапливать после еды. Здоровая печень может набрать 200 грамм гликогена. То есть, она может собрать весь сахар, который находился, грамм 300 рисовой крупы. То есть, вы сварили кашу, взяли 300 грамм крупы, сварили из нее кашу, получилась приличная кастрюля, съели, печень все собрала, в крови сахар не поднялся. Примерно 400 грамм гречевой крупы. Да, вы из них сварили кашу, там просто крахмала поменьше. А все то же самое. Сахар в крови не поднялся. Но это если печень здоровая. То есть, она может собирать легко и просто, весь сахар перерабатывать его в гликоген. Если же печень подгуляла, если там был у вас когда-то гепатит, есть жировой гепатоз, есть другие особенности нарушения работы печени. Все. Печень не участвует в этом процессе. Вы поели, сахар в крови стоит. Потому что инсулин подходит печени и говорит, положи сахар у себя. Печень говорит, некуда. И сколько бы не вырабатывала поджелудочная инсулина, печень не может это разместить, пока вы ее не восстановите. Я занимаюсь печенью больше 25 лет. 3-4 месяца нужно на восстановление печени и на выведение человека из сахарного диабета второго типа. Это реально. Это излечимо. Ярлык, который висит на сахарном диабете второго типа, неизлечим. Он не совсем соответствует истине. Потому что да, неизлечим, если мы используем химические препараты. Почитайте в инструкции. Они, как правило, все нарушают работу печени. Таким путем выхода из диабета второго типа нет. Если же мы используем правильное питание, правильные физические нагрузки, лекарственные травы, которые будут восстанавливать клетку печени, выход есть. Процентов 80 людей из диабета таким путем выходит. Всех излечить не могу. Но 80% – это реальная цифра – излечиваются. Потому что пища может восстановиться. Да, у нее есть свои пределы. Потому и не все 100% могут выйти из этого типа диабета. Но 80% выходит. И важно понимать эту ситуацию. Потому что когда вы питаетесь как хотите, активность эмоциональная у вас на любом уровне находится. А физическая, соответственно, со знаком точно таким же по количеству, но со знаком минус. То есть, когда вы кушаете все, реагируете на любые негативные ситуации активно, и на позитивные, кстати, тоже, они тоже повышают уровень сахара. А физическая на русском у вас на нуле? Ваш сахарный диабет пойдет в опасную зону. Выше 7. Вот там еще активнее появляется вот этот гликозидированный гемаллобин. Уровень его растет. И в зоне от 7 до 10 ммл, когда находится сахар в крови, очень активно развивается диабетическая ангиопатия. Что это такое? Я уже объяснил, как она развивается. Когда пропитанный сахаром эритроцит застает в капилляре. И та зона, тот орган, который вы нагрузили, там идет гибель клеток в первую очередь. То есть, если вы активно думаете, понимаете, диабетическая ангиопатия развивается, потому что страдают клетки мозга, потому что там нарушается кровообращение, прекращается фактически доступ нормального количества крови с кислородом, с питательными веществами, клетки мозга, самые чувствительные к гипоксии, они выживают всего 5 минут, у них возникает ситуация, возникает проблема. Если вы активно используете орган зрения, да, все то же самое. Активная работа, это улучшение кровообращения, больше приток крови в эту зону, если у вас в крови высокий сахар, уровень гликозидерного гемоглобина высокий, забиваются сосуды, все, и пошло снижение зрения, пошло развитие катаракты, потому что это тоже дистрофический процесс, только хрусталик, он фактически отражает проводимость света. Проходит свет отлично, все отлично. Нет, катаракта. На глазном дне едут световоспринимающие элементы, и фактически угол зрения постепенно начинает снижаться, выпадают поля зрения, в конце концов остается трубочное зрение. Возьмите, посмотрите на мир, вот так, сквозь сонгутый кулачок, вот это то, что видит человек с диабетом. Когда диабетическая ретинопатия развилась, угол зрения 1-2 градуса, это очень узкий угол зрения, хотя обычно это значительно больше, вы должны видеть не 180 градусов, то есть не по периметру, скажем так, а дальше немножко. Это нормально. Если вы нагружаете ноги, ходите много, там возникают проблемы, там забиваются сосуды, потому что вы что-то кровь привлекли. Поэтому это нужно просто понимать. Диабетическая стопа, я бы сказал, косметический диффеен, он угрожает жизни, только если мы затягиваем ситуацию, если мы затягиваем с операцией. Если есть диабетическая стопа, да, хирург, нужно быть под его контролем, под его опекой, и, увы, в пределах здоровых тканей, хирург будет удалять нежизнеспособные участки. Зачем вам это надо? Знаете, ну, мужчины с диабетом, они должны четко все это контролировать, потому что, да, увы, у них снижается потенция. У женщин появляется бесплодие, тоже вариант. Уже просто это все понимают, очень сложная ситуация. Потому что без разницы, куда зашел вот этот пропитанный сахаром элитроцит, где он забил капилляр. Любая зона, пьете воду, диабетическая нефропатия, почка уходит в сторону почной недостаточности. Любая физическая нагрузка на высоком уровне сахара, да, сердце страдает, кардиомиопатия. Я уж молчу о том, что когда высокий уровень сахара, клетки вынуждены переходить на альтернативный источник энергии, на жиры, с развитием атеростероза. И тут, как вы понимаете, тоже не мед. Атеростероз идет от аорты на периферию, диабетическая ангиопатия от капилляров, идет навстречу. Две ситуации, которые, мягко выражаясь, очень жестко нарушают кровообращение. Самое короткое расстояние между аортой и капилляром это в сердце. Поэтому чемпион, фактически, по осложнениям, это ишемическая болезнь сердца, это инфаркты. И, к сожалению, у диабетчиков эта ситуация очень плохо рулится в обратную сторону. Инфаркты чаще и они более злокачественно протекают. Поэтому тут нужно просто понимать и думать. И очень важно, безусловно, не попасть в зону выше. Сегодня редко попадают на сахар выше 10. Это уж совсем люди беспечные. А это важно, понимаете, вопрос не в том, какими средствами вы будете контролировать сахарный диабет. Вопрос в уровне сахара, который вы в результате получите. И в том уровне обмена веществ, который будет идти на уровне клеток. Потому что сахар можно, в принципе, снизить уровень сахара, дать любые препараты, в том числе и растительного происхождения, которые оставляют сахар в кишечнике. Да, сахар не попал в кровь. Вроде как диабет идет здорово, но сахар же не попал и в клетку, он же остался в кишечнике. Клетка вынуждена перешла на альтернативный источник энергии, на жиры. Очень вероятно на низком уровне сахара кетоновые комы, когда ацетон повышается и другие кетоновые тела. И очень активно, очень агрессивно развивается атерослероз сосудов. Поэтому это нужно просто понимать. И цель оптимальная. То есть через правильное питание, через адекватные физические нагрузки, через эмоциональную стабильность и комфорт, через постепенное улучшение работы печени, помогать организму обеспечивать обмен веществ на максимально низком уровне сахара в пределах нормы. То есть сахар должен приближаться к И4, тогда все прекрасно. Все это работает, все это получается. Иначе, ну вы знаете, фактически я бы сказал, что вот этот ТОП-8 это тест на здравый смысл. То есть если у вас уровень здравого смысла высокий, вы находитесь на первой, может быть, на первых двух позициях. Все остальные это уже риски, начиная с третьей позиции в этом ТОП. Это все риски, и чем выше, тем риск больше. Зачем вам это надо? Поэтому можете самостоятельно составить себе программу, не вопрос. Видео в открытом доступе, смотрите, читайте, статьи мои читайте. Если нужны вам мои книги, не вопрос, около 50 книг опубликовано. Одна из них по лечению сахарного диабета, штук 5 брошюр, опубликовал на эту тему. Я знаю, что это такое, знаю, что такое сахарный диабет, как усмирить это заболевание, как предотвратить его, легко и просто. Диабет первого и второго типа легко предотвратить. В случае, если он развился, ну, нужно уже его сопровождать и перевести в состояние предиабета. В эту безопасную зону, комфортную зону, в котором ваш организм, каждая ваша клеточка работает оптимально, работает эффективно, потому что вы побеспокоились о самом важном, о нормальном уровне сахара для обмена веществ. Потому что, если сахар в более комфортном диапазоне находится, до 6, а желательно до 4,5, то я понимаю, что печень у вас в приличном состоянии, значит, и обмен белков, обмен жиров, обмен витаминов, микроэлементов тоже ей обеспечивается хорошо. То есть, вы находитесь в зоне безопасности. У вас уровень здоровья максимально высок для вашего возраста. А вероятность заболеть диабетом, что первого, что второго типа, минимальная. Если вы так будете себя вести и дальше, я вас уверяю, вот тут достаточно опасный, достаточно такой коварный диагноз под названием сахарный диабет, вы будете знать только из моих видео о нем. А не на своем здоровье. Не будете их проверять, все опасности, потому что реально очень опасные заболевания. А предупрежден, значит вооружен. Теперь я думаю, что вы знаете, что вам нужно делать. Ну, я подумаю, какое еще видео написать для вашего крепкого здоровья и активного удовольствия. Добавил сахарный диабет.